В местном парке трио бюстов героям Землянову, Григорьеву и Чернову появилось еще в 2005 году. Тогда они были из бетона. Со временем стали разрушаться. Инициатива сбора средств на реставрацию из более долговечных и качественных материалов возникла у местных ветеранов. Бросили клич по всему Новоалтайску. 9 мая удалось отреставрировать и открыть бюст Андрею Землянову. Собрались 150 тысяч рублей. И вот сегодня еще двум героям. Скажите, а вот самая такая, может быть, небольшая сумма, но любая же сумма была важна? Ну, 500 рублей. 500 рублей, да. Это небольшая сумма. Или 100 рублей, да, которые могли пенсионеры как бы с небольшим достатком пожертвовать. Жертвовали ради сохранения памяти, чтобы сегодняшние школьники и их родители смогли восполнить тот пробел, который, по словам Веры Егоровой, в свое время образовался из-за невозможности говорить все открыто и честно о Великой Отечественной, о ее героях. В наше время не хватает таких героев. И если мы будем помнить и передавать эту память с поколения в поколение, то в любой ситуации наша страна сможет постоять. Кстати, последние несколько лет, по словам экспертов, захоронением ветеранов и памятником героев оказывают должное внимание, а не наоборот, как считают многие. Причина – расцвет волонтерского движения, несколько краевых программ и федеральная, куда мы попали недавно. И суммы на содержание памятников и захоронений заложены там приличные, тем более ценны частные пожертвования. Это здорово, когда общество инициирует такие вещи. Просто как общественник, поисковик, как доброволец во всех смыслах этого слова, я хорошо знаю, как это важно самому что-то сделать. Просто тогда приходит понимание, как это на самом деле непросто, сколько их усилий это требует. По словам Дмитрия Вейна, он рад, что сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества, появился еще один повод напомнить об этой важной теме – сохранении памятников героев и ветеранов войны и их своевременной реконструкции. Кстати, новоалтайцы планируют отреставрировать и бюст героини труда, который находится здесь же, в парке Григорьева. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Продолжение следует...